Самый главный обман саморазвития. Сегодня я тебе расскажу про это. В последнее время вообще начался культ саморазвития. Каждый второй канал говорит про саморазвитие. И мой канал не исключение. Мой канал также является одним из тех, кто топит за саморазвитие и пропагандирует это. Сразу хочу сказать, что я не говорю, что саморазвитие это плохо, но есть очень важный аспект, который вы обязаны знать перед тем, как встать на эту тропу саморазвития. Вы должны знать этот нюанс, и к нему я сейчас плавно подвожу. Так вот, сейчас такой культ саморазвития. Многие начинают вставать на эту дорогу, многие начинают свой путь саморазвития и просто начинают следить за своей жизнью, начинают следить за своим здоровьем, начинают думать про свое будущее, про то, кем они хотят стать и чего добиться в жизни. И как раз таки саморазвитие это то, что им помогает. И люди через саморазвитие, они используют это как путь для достижения своих целей. Потому что многие блогеры, деятели говорят, что благодаря саморазвитию вы придете к своим целям. В принципе, отчасти это является правдой. Но самое большое заблуждение саморазвития, про которое кричит большинство блогеров, которые пропагандируют саморазвитие, которые снимают мотивационные ролики или просто какие-то ролики на тему здоровья, на тему использования вашего времени рационально, насчет наполнения вашей жизни. В принципе, все эти вещи верны, но самое неправдивое, что они говорят, это то, что саморазвитие обеспечит ваше будущее. Но самую главную и самую неточную вещь, которую пропагандируют все эти блогеры, это то, что развивайся и ты будешь успешен. И сегодня я хочу развить эту тему и показать вам, что это не совсем так, что нет прямой зависимости между твоим развитием и успехом. Что успех это немного про другое, и успех это не про знания, потому что большинство этих блогеров твердят, читай книги, читай статьи, будь умным, и тогда ты станешь успешным, ты сможешь заработать в себе состояние и станешь богатым. Но это совершенно не так. Умные и богатые люди это совершенно две разных категории людей. Бесспорно, что часть богатых людей это действительно умные, но большинство умных людей это просто, ну, нищие люди. И большинство подростков находится сейчас с таким замыльным сознанием, что если я буду много читать, много знать, то я буду богатым. Но это ни капли не так. И эти блогеры вас обманывают. Они говорят напрямую, развивайся, читай, будешь богатым. Но это не так. Это не так работает. Развиваться, да, нужно. Необходимо развиваться для того, чтобы как минимум прогрессировать и просто быть подкованным в каких-то тематиках. Но нужно понимать, что это делается не ради успеха. Если вы хотите преуспеть и начать зарабатывать большие деньги, если мы говорим про деньги, да, как какой-то успех, то это совершенно не ваш путь. Я не говорю, что вам не нужно читать книги. Я не говорю, что вам не нужно развиваться, но не надейтесь на то, что если вы будете читать книги, вы станете богатым. Это не работает так. Это совсем не так работает. Вообще неумных миллионеров, миллиардеров существует большое множество. Но, пожалуй, самого неумного миллиардера, которого я могу привести из, собственно, русскоязычных, это Игорь Рыбаков. Миллиардер с топовым состоянием, входящий в список Forbes. Но посмотрите его видео. Вы думаете, что он правда умный человек? Что он читал много книг? Что он знает много формул? И он подкован на знаниях? Точно нет. То, как он говорит, точно понятно, что он не очень умный человек. Но это не помешало ему стать суперуспешным и супербогатым. И обратная сторона. Как много вы знаете умных людей небогатых? Каждый второй. В России каждый второй умный человек, он небогатый. Все учителя, все ученые. Как много ученых в России богатых? В Украине, в Беларуси, в странах СНГ, да даже в Америке, на самом деле, как много небогатых ученых? Почти каждый ученый, он небогат. И только лишь единицы способны заработать состояние на своих знаниях. Так опять-таки, что же я хочу закрепить? То, что знания не обеспечат ваш успех. А что же обеспечит? Что же сможет дать мне больше уверенность в том, что я преуспею в будущем? Это опыт. Если ты будешь пробовать разные темы, разные темки, если ты будешь пробовать разные способы заработка, если ты будешь где-то копаться и внедряться в эти способы, как себя обеспечить, это даст тебе большую основу. Это даст тебе больше уверенности. И просто опыт это то, что невозможно вычитать из книжек. Опыт это только то, что ты проходишь на своем пути. И именно опыт в большей мере сможет прогнозировать твой успех в финансовом плане в будущем. Поэтому, какой совет я дам тебе? Вообще, я не люблю давать советы, но просто пойми, что то, что ты читаешь книги, то, что ты читаешь умные статьи, это круто. Это определенно классно, ты сможешь поддерживать любой диалог, но не думай, что благодаря этому ты станешь богатым. Совершенно нет. В какой-то мере это может помочь, но это лишь малый процент. Малый, гораздо больше это твое мышление. Видишь ли ты возможность заработка? Видишь ли ты пути, где можно достать монету и где можно реализовать себя и свой потенциал? Вот это решает на твоем пути. Поэтому я советую тебе пробовать все, что ты думаешь. Какая бы мысль тебе не приходила, какая бы мысль не приходила тебе в голову, буду продавать ручки. Тупо. Но я буду это делать. Попробуй. Ты не продашь ни одной ручки, без разницы. У тебя какой-то маленький процентик накопился. Будешь продавать ручки, карандаши, линейки, разные вещи, допустим, сделаешь какой-то маленький стартапик, третий, четвертый, но через 2-3-4 года у тебя сформируется такая база знаний, такой опыт уже на подсознательном уровне. Не то, что ты там что-то из книжки по бизнесу богатый папа, бедный папа выучил, и ты думаешь, ну окей, так это не финансовая грамотность. Нет, нет, нет. Тебе на подсознательном уровне это закладывается. И ты уже чувствуешь, где ты можешь заработать, а какая темка не взлетит. И вот это как раз таки называется предпринимательское мышление. И как раз таки это то, что я советую тебе делать. Не прекращай читать. Чтение определенно тебе помогает в жизни, и мне помогает чтение в жизни. Но пойми, что это не обеспечит твое будущее. Ну и не забываем про исключения. Исключения, конечно же, бывают, и ты можешь стать этим исключением. Я не хочу быть настолько категоричным. На этом все, друг. Не забывай про подписку, про лайк, про комментарий. Сделай мне приятно. Всем спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!